Здравствуйте! Вот такое вот интересное устройство попало сегодня ко мне. И хочу с вами познакомиться с этим чудом техники HP T410 Smart Zero Client. Это нулевой клиент. Никогда в жизни не слышал о таком чуде техники. Оказывается, такое существует. То есть это устройство, которое совершенно самое простое. Подключается по RDP протоколу, Remote Desktop протокол, к серверу и работает за счет мощностей сервера. То есть здесь у нас всего, так сказать, почти что по одному. 1 гигабит сетевая карта, 1 гигагерц процессор, ARM A8, ну 8, короче, чего-то там 8. 2 гигабайта, так сказать, постоянной памяти, типа жесткий диск, типа. То есть все очень аскетично. 18,5 дюймов дисплей. 1366 на 768 разрешение. У нас есть здесь порты. Даже USB в количестве двух штук. LAN порт 1. Как я уже говорил, 1 гигабит поддерживает. Причем здесь очень-очень низкое энергопотребление. Он может работать даже без блока питания по технологии POE. Power over Ethernet. То есть очень все такое, как было написано в рекламе для данного устройства. Для любителей очень эргономичных решений. Просто очень эргономичных решений. Или тех, которые заботятся о недостатке энергии в мире. То есть вот такое вот замечательное устройство. Ну, хотелось бы даже мне с вами его разобрать и посмотреть, что же там такое внутри содержится этого устройства, которое совершенно не требует для себя никаких мощностей. Управление здесь у нас сенсорное. Можно регулировать яркость. И кнопка включения-выключения. И все. Больше здесь ничего нет. Отключаем все. Отключаем. Здесь у нас есть ножка, которая отстегивается. Как-то так. Оп. Да. Отстегивается вот так. Далее у нас тут линтики-шурупики, до которых нужно добраться. А как добраться? Как-то по-любому можно добраться. О, вот. И теперь сейчас мы их незамедлительно раскрутим. Чтобы снять остатки ножки. Можно крепить его так же, как вы видите, на стену. На крепления на всякие разные. В общем, ну, самое интересное, что... Ага, тут еще сбоку есть два USB-устройства. Есть, можно микрофон подключить и можно наушники подключить. То есть, не все порты я вам перечислил. И... И... И этим устройством пользовались. Этим устройством пользовался клиент. А сейчас их компания обновляет парк техники. Как он сказал. И вот. Вот. Он хотел, короче, приспособить его дома. Для дома. Ну, для дома нечего тут приспосабливать. Он для дома совершенно не приспособлен ни к чему. По периметру отщелкиваем. Отщелкиваем. О, есть. Есть. Ой. Есть. 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 Стандартная процедура, отщелкивание по периметру. Тут может быть у нас шлейф от кнопок отсоединился. Теперь нужно вот тут шлейф от кнопок аккуратно. Есть. Тут у нас еще какой-то шлейф. А, это просто скотч. Не крепится нигде ничего, не крепится. Аккуратно с матрицей. Где ты держишь? О, есть. 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 Уложим назад в рамку. Все. И теперь, теперь у нас, теперь у нас, где у нас тут чего. Вот два винтика. А, и тут по бокам есть. Как всегда, Фелик Пакард мудрит. С типом винтиков. Здесь у нас есть звездочка. Наверное, не нужна нам для откручивания. Вот здесь откручиваем на торцах винтики. Так. 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 Тут. два сверху, два снизу. Пробуем. Оп, да. Вот и все. Снимается аккуратно. Где-то тут вот есть шлейфик. Шлейфик. Вот он шлейфик в уголке. Отсоединяем его. От матрицы. Ну. Ага. Он тут нажимается. Здесь. Ага. И сверху. И сверху тут шлейф, на котором написано DonTouch. Не на шлейфе написано, а на вот этой вот верхней. 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 Шлейф. Довольно таки стандартно. Зажимаем. Опускаем. С боков. Опускаем вниз. И отклеиваем. Давай. Оп. Вниз. Оп. Есть. Матрица у нас есть. Ну. Смотрите. Удивительно. Обещано. Я думал тут манюсенькая манюсенькая какая. Какая-то платка. Нет. Тут аж три платы. Целых. Целых три платы. Здесь у нас к этой плате USB порты. и наушники микрофон. Потом шлейф. Потом у нас типа к матрице идет шлейф. И вот еще у нас идет чего-то там. Интересное решение. Динамик. Монодинамик. Давайте глянем на плату которая отвернулась от нас. Что на ней? Тепленькая. Интересно. Как-то 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 вот совсем интересно. Тепленькая. Удивительно. Удивительно. что-то держит совсем маленький винтик он держит откручиваем вот вот наши хозяйства радиатор я вообще-то на некоторых ноутбуках даже меньше то есть просто пластинка тоненькая лежит на процессорах я ожидал увидеть что-то подобное а здесь довольно таки маленький конечно радиатор совсем манюсенький но но в любом случае я думал что тут совсем-совсем все будет манюсенькая при манюсенькая тут довольно внушительных размеров плата поэтому интересно интересно ближе может быть будет может быть будет полезно кому-то поближе расположение похоже на микросхему 25 серии как bios наверное катушки причем керамические такие интересненькие вот 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 даже спикер присутствует батареечка теперь вот эти платы одна субплата еще одна субплата а тут тут ничего нет на что она отвечает ну в общем то и все в общем то и все я свой свое любопытство удовлетворил надеюсь и вам было полезно пишите свои замечания свои соображения по этому поводу поругайте меня что я не так делал при разборке как некоторые педанты не как как их назвать любят рассказать что где-то там стукнул где-то там дернул вы чего-то там не так сделал всем успехов до свидания качестве пост скриптума все работает все функционирует все хорошо